Игра Игра это очень сильный эмоциональный момент, это эмоциональная вещь, как-то ограничить по крайней мере определенную аудиторию. И люди с разной психикой могут по-разному эти игры воспринимать. И некоторые люди реальность могут переносить в жизнь. Много убийств и так далее. После трагедии в школе в Отрадном номер 263, очень много разных вариантов говорилось, почему это могло произойти. Депутаты Госдумы предложили свой вариант. Возможно, что молодой человек, который расстрелял своего учителя и двух сотрудников полиции, просто слишком много проводил за компьютером, играл в так называемые кровавые шутеры. Собственно, поэтому он взял в руки оружие, чтобы выйти из оффлайна на жизнь реальную. Даня, ты в опасной сети! Чего ты хочешь? Ты был небрежный, они снова хотят запретить видеоигры. Кто они? Депутаты. Демонское отродье. Нужно срочно вернуться к игре, пока есть время. Знаете, в 2014-м в одной из московских школ произошел печальный инцидент. Десятиклассник пришел на занятия с ружьем и карабином. В результате погибло два человека и немало пострадало. Общественность была шокирована, ведь это был первый подобный случай для России. Нападавшего охарактеризовали как молодого человека из полной и весьма интеллигентной семьи, олимпиадника и чуть ли не золотого медалиста. Он был социализирован, посещал различные секции. При такой безупречной репутации сложно было сказать, что же двигало этим десятиклассникам. Но козла отпущения нашли достаточно быстро. Возможно, что молодой человек, который расстрелял своего учителя и двух сотрудников в полиции, просто слишком много проводил за компьютером, играл в так называемые кровавые шутеры. В СМИ быстро связали поведение паренька и игры, которыми он баловался. Ну, мафия, GTA и все в таком духе. О связи произошедшего с видеоиграми заявил Геннадий Онищенко и ряд других депутатов, которые пытались протащить очередной законопроект с порцией запретов на этот раз видеоигр. Может, игры и впрямь так вредны и опасны? Приводят ли они к неуспеваемости школе? Дают ли нам плохие модели для поведения? Вызывают ли они агрессию? Может, стоит запретить всех непотребных игровых персонажей, которые поощряют сексуальные стереотипы? Давайте разберемся. Что мы вообще знаем о влиянии видеоигр на людей и общество? На самом деле достаточно много. Начнем с того, а почему нам вообще нравятся эти игры? И одна из первых попыток ответить на этот вопрос известна нам с 1998 года, когда в научном журнале Nature была опубликована статья, где описывалось, как исследователи при помощи метода меченых атомов, ну, радиоактивных изотопов, которые позволяют проследить путь атома в интересующем нас процессе, выяснили, что во время видеоигр у людей в так называемом полосатом теле или стриатуме высвобождается эндогенный дофамин. Стриатум – это часть нашего мозга, относящаяся к базальным ядрам, которое, как мы сегодня знаем, часть системы, активно участвующая в восприятии вознаграждения и наших мотивационных аспектах поведения. Что это означает на практике? То, что нашему мозгу, грубо говоря, все равно, в каких действиях мы достигаем успеха – реальных или виртуальных, полезных или не очень, влияющих на наше выживание и репродуктивный успех, или нет? Независимо от этого, он будет нас поощрять. И в этом двойной, если не тройной, соблазн – видеоигр. Система их баланса, ну, наград и наказаний внутри игры, разрабатывается таким образом, чтобы максимально эффективно воздействовать на нашу систему вознаграждения. Кому-то это может показаться странным, но на самом деле нам нравится процесс решения проблем, которые нам дает игра. И именно поэтому мы так не любим, когда нас отвлекают от этого процесса, который, по сути своей, представляет обучение и работу над какой-либо внутриигровой проблемой. Но эта работа настолько увлекательна, что мы готовы сами за нее платить. Да, чем больше мы играем, тем лучше наши навыки в этой игре, и тем больше наши шансы на успешное выполнение работы в ней же, прямо как в реальной жизни. Но в отличие от реальной жизни, игры имеют низкий штраф за провал и высокую награду за успех, как и ряд других особенностей, делающих их такими популярными. Но этих особенностей мы коснемся чуточку позже. Игромания. Зависимость от видеоигр и их патологическое использование. Наверное, ни одна из передач на ТВ, где затрагивается вопрос видеоигр, не обходится без упоминания этого страшного заболевания. А игровая зависимость одна из самых серьезных зависимостей, потому что здесь нет химического компонента. Начнем с элементарного вопроса. Базы для определения игромании. А как ее вообще диагностируют? В метаанализе 2011 года, где было проанализировано 33 исследования, посвященных этой теме, авторы замечают, что, оказывается, не существует диагностических критериев, которые были бы согласованы между разными исследователями. В одних исследованиях исследователи решают, что у человека зависимость по диагностическим вопросам вроде «Думаете ли вы о видеоиграх, даже когда не играете?» или «Используете ли вы видеоигры, чтобы расслабиться?» Эти вопросы скопированы из диагностических опросников, посвященных лудомании, зависимости от азартных игр. И, как отмечается в метаанализе, вообще не факт, что эти вопросы можно применять к видеоиграм. Такой взгляд на игроманию приравнивает спор с родственником о выключении приставки к спору о проигранных сотнях и тысячах долларах и совершенно не отражает степени эмоциональной вовлеченности в данный процесс. Именно поэтому исследования, где используют такой подход картежников, совершенно не выдерживают критики и показывают сплошь завышенные результаты, приравнивая к зависимости то, что ей вовсе не является. В других исследованиях используется подход поразумнее, когда внимание акцентируют именно на проблемах, которые могут доставить видеоигры, вроде пропусков на учёбе или работе. Однако эти же исследования отмечают, что шумиха с игроманией невероятно преувеличена, и что это есть не что иное, как морализаторская паника, типичная для всех относительно новых и развивающихся средств и сфер медиа-контента. В среднем, в наиболее точных исследованиях фигурирует цифра в 3% распространённости такой зависимости среди геймеров. Но прежде чем бросаться в панику, крича о гипотетическом риске в 3% для всех геймеров, подумайте вот над чем. Всё познаётся в сравнении. Условно можно выделить целый ряд вещей, которые будут вызывать у нас поведенческую зависимость путём такого вот естественного поощрения. К таким вещам можно отнести секс, физические упражнения и пристрастие к жирной или сладкой пище. Особенно нас интересует последнее, и вот почему. Во Всемирной Организации Здравоохранения признали ожирение глобальной проблемы ещё в 97-м году, и в абсолютном большинстве случаев лишний вес связан с перееданием. Люди потребляют больше энергии, чем расходуют. Переедание связано с пристрастием к жирной или сладкой пище. Также нам известно, что лишний вес коррелирует со множеством заболеваний и вероятностью смерти в целом. По сути своей, ожирение глобальная проблема, затрагивающая общественное здравоохранение. В России, по самым минимальным подсчётам, почти четверть населения имеет лишний вес или даже страдает ожирением, которое является официально признанным, а не гипотетическим заболеванием. Ожирение имеет код Е66, в международной классификации болезней 10-й версии. И вряд ли эти люди полнеют из-за того, что питаются святым духом. Скорее всего, они переедают что-то более калорийное. Никогда нельзя никого не осуждать, тем более священников. И учитывая всё вышеназванное, у меня вопрос. Почему игромания с её гипотетическими 3% распространённости, которая даже не имеет общепринятых и объективных критериев для диагностики, привлекает внимание депутатов с их инициативами и СМИ, где обсуждается как некая чудовищная проблема современности? Всплеск нового заболевания. Медики всерьёз говорят об игроманах, которые испытывают настоящую зависимость и стирают грань между виртуальным и реальным миром. А лишний вес и ожирение, которое признано реальным заболеванием, имеющее связь с кучей болезней и повышенным риском смертности, и которое значительно распространено в развитых странах, в том числе и России, попросту игнорируется. Почему не слышно инициатив от депутатов, кричащих о запретах и маркировке видеоигр, под предлогом их опасности для общественного здоровья, о введении маркировки или запрете для жирных и сладких продуктов питания? Не только потому, что сами депутаты лицемерят, наверняка имея лишний вес, но вряд ли играя в видеоигры, которые хотят запретить. Вес какой? 98. 98? Сбрасывайте. Ну и потому, что мы живём вроде как в свободном обществе, где ваше увлечение и связанное с ними здоровье – это ваше дело. Хотите много есть? Пожалуйста. Играть в видеоигры – это ваше дело. Но удивительным образом, в СМИ этот принцип не распространяется на те гипотетические 3% среди геймеров. Кроме того, вполне возможно, что злоупотребление видеоиграми – это лишь следствие проблем в реальном мире и желание человека уйти от него. Но вот эта истерия, разводимая в масс-медиа, касательно игр, лишь усугубляет ситуацию для таких людей, заставляя их думать, что они больны. И напоследок, самое сладенькое. В 2013 году Американская психиатрическая ассоциация при составлении диагностического и статистического руководства для психических расстройств заключила, что нет доказательств для того, чтобы считать игроманию официально признанным психическим заболеванием. Нет международного консенсуса и общей методологии касательно зависимости от видеоигр. Собственно, как и убедительных доказательств того, что это можно считать патологией. Есть лишь упоминания азартных интернет. Это важно, интернет-игр, в том числе всяких онлайн-казин, рекламу которых пихают во все озвучки. В DSM 5 версии злоупотребление ими отнесены в состояние, которое требует дальнейшего изучения. Но если сейчас дело обстоит так, почему люди продолжают преувеличивать опасность от игромании? Это все магия СМИ. У них как будто свой мир. Эдакая лимба, существующая параллельно с нашим миром, но оказывающая, возможно, даже большее воздействие на общество, чем сам реальный мир. Если подойти на улице к зрелому человеку со сформированной позицией и спросить его, как вы считаете, является ли игромания патологией, признанной мировым научным сообществом? Ответ, который вы услышите, будет, скорее всего, да. Однако, если подойти на улице к этому же человеку и спросить его о том, что реально признано мировым научным сообществом и является медицинским фактом, отраженным в международных документах, является ли гомосексуальность вариантом нормы? Ответ, который вы услышите, будет, скорее всего, нет. Воистину магия СМИ. В переворачивании с ног на голову представлений общества о реальности. Видеоигры уменьшают не только время, потраченное на домашние задания и чтения, но и практически сводят к нулю разговоры с родителями. А знаете, что еще уменьшает количество разговоров? Отсутствие тем для этих самых разговоров. Утверждение о том, что геймеры менее общительные. Представление их как образов таких полуприросших к собственным креслам подростков, сидящих в изолированных от общества помещениях. Утверждение о антисоциальной направленности игр не выдерживает критики по той простой причине, что сейчас гейм-культура настолько массовое явление, что в многопользовательские онлайн-игры могут играть тысячи и сотни тысяч человек. Проводятся различные фестивали для геймеров, устраиваются соревнования, а в играх вроде Second Life вообще своя внутриигровая экономика и подобие политических сил. И все это во взаимодействии с другими людьми. А игры вроде Pokemon Go, то есть дополненной реальности, побуждают вас к физической активности путем не только прогулок в тюрьме, но и прогулок по городу. И таких игр сейчас все больше. Сложно себе представить занятие, которое требовало бы от вас больше экипирации и взаимодействия с другими людьми. Многопользовательские интернет-игры — это идеальное средство взаимодействия и общения, обучающее людей навыкам лидерства. Не говоря о том, что отношения вроде дружбы или даже любви могут перейти из онлайна в офлайн. Так, по одному из запросов около 40% мужчин и 50% всех женщин сказали, что друзья, которых они приобрели в онлайн-играх, лучше, чем те, которых они приобрели в реальности. Удивительно, но социальные связи, которые образуются в виртуальном мире, могут оказаться сильнее тех, что образуются в реальности. Причем это касается не только игр с живыми людьми, но и игр с программами, ботами. В играх вроде Half-Life или Quake их стараются сделать все более человекоподобными, добавляя им ограничения восприятия, присущие человеку. Системы прогнозирования и обучения, имитирующие эмоциональные состояния и тактический интеллект. К слову, в 2008 году при статистическом анализе поведения молодых людей, которые играют в видеоигры, выяснилось, что чем более обширный игровой опыт имеет молодой человек, тем большую политическую и гражданскую активность он проявляет. Что касается жестоких видеоигр, то есть данные о том, что они помогают снять стресс и предотвратить депрессию, что особенно заметно на подростках. И существуют убедительные доказательства того, что игры, имеющие ненасильственные компоненты, повышают уровень парасоциального поведения, то есть поведение, направленного на помощь другим людям в реальном мире. Но это касается только игр, где нет насилия. А как же все остальные? Спор о том, приводят ли видеоигры к насилию, это краеугольный камень в риторике, касательно их ограничения и запрета. Каждый из случаев вооруженного нападения молодых людей или подростков в общественных местах кто-нибудь, да и свяжет с игрой на компьютере или приставке, делая ее корнем всех зол людей или просто козлом отпущения в попытке свалить на игры вину людей за содеянное. Видимо, забывая, что 97% всех подростков играют в видеоигры. С точки зрения теории вероятностей, было бы более странно, если бы нападавший не играл. Но внимание акцентируется не на самих играх, а на их влиянии и на агрессию. Чрезвычайный уровень агрессии, если это стрелялки, бомбилки и так далее. Уровень агрессии, несомненно, возрастает, когда мы постоянно, постоянно, постоянно ее наблюдаем. Так ли уж, несомненно, на самом деле данные противоречивы. Действительно, в некоторых тестах показано, что жестокие видеоигры могут делать людей менее восприимчивыми к сценам насилия и проявлениям агрессии, или делать интерпретации касательно нейтральных картинок более жестокими. Опираясь на эти исследования, Американская психологическая ассоциация, APA, в 2005 году опубликовала заявление, где сообщалось об однозначном негативном влиянии насилия в видеоиграх. Однако, также огромное количество исследований не выявляет таких негативных эффектов. Да и сам подход многих ученых к этой проблеме критикуются за излишний консерватизм и подверженность влиянию со стороны политиков и СМИ. Так, существует целый ряд организаций, открыто заинтересованных в нахождении исключительно негативных результатов воздействия видеоигр. Кроме того, существует одна общая для всех научных исследований проблема. Предвзятость публикации. Так, научные журналы и сами исследователи публикуют и распространяют с куда большей охотой исследования, в которых был найден либо положительный, либо отрицательный результат. А исследования, не показавшие никаких результатов воздействия, в том числе и видеоигр на, например, агрессию, публикуются не так часто и знают о них гораздо меньше. Учитывая лишь один этот тип смещения, можно предположить, что реальное влияние видеоигр на нас несколько переоценено. Так, в 2011 году Верховный суд США отметил, что исследования, указывающие на связь жестоких игр и насилия, являются недостаточно убедительными и содержат много методологических ошибок. И в 2013 году группа из более чем двух сотен ученых обратилась открытым письмом к Американской психологической ассоциации, указывая, что их заявление касательно того, что видеоигры однозначно повышают жестокость людей, стоит отозвать, поскольку заявление было построено на однобоком подборе исследований со слабой доказательной базой, не учитывает современные данные и лишь обостряет морализаторскую панику в обществе. Так что это одна из тех областей, где консенсус не достигнут, нет однозначного ответа. Вполне возможно, что видеоигры действительно могут повышать нашу агрессию, но не в той преувеличенной степени, в которой об этом кричат с экранов ТВ. Но знаете, что самое забавное? Все заявления в СМИ касаются исключительно видеоигр, но кто сказал, что речь идет только о них? У самих СМИ рыльц это в пушку. Все заявления APA касаются населения не только в интернет-играх, но и населения на экранах ТВ, причем телевидения в большей степени, поскольку именно оно гораздо больший срок создает глобальную поп-культуру. И знаете, в анализе десяти тысяч программ, транслировавшихся с 94-го по 97-й год на американском ТВ обнаружилось, что в шести программах из десяти фигурировало насилие или в виде угроз или в виде действий. Так что люди моего поколения к моменту окончания школы видели на экранах ТВ больше 8 тысяч убийств и около 100 тысяч других агрессивных действий. А по опросам двух сотен заключенных, 9 из 10 призналось, что усвоили криминальные приемы в результате просмотра криминальных новостей. Так что когда вы в следующий раз будете наблюдать, как кто-нибудь вещает с экрана ТВ оплота визуального насилия о том, какие видеоигры жестокие и бесчеловечные, вероятно, это у вас, как и у меня, вызовет лишь грустную усмешку. Чем же игры в этом аспекте лучше, чем телевидение? Ну, тем, что в ряде случаев аморальное поведение в игре может вызвать чувство вины и таким образом вроде бы даже обострить моральный компас человека наподобие сна, где ты совершаешь что-нибудь ужасное, вроде расчленения своей жертвы. Что? Никому не снились такие сны? Не важно. И самое главное, многие люди не понимают, что агрессия в тестах не равна насилию во всем обществе. То, насколько острый соус вы предложите незнакомцу в лабораторном тесте или как вы предпочтете закончить выдуманную историю со злым концом или хэппи-эндом не говорит о риске вашего реального антиобщественного поведения ровным счетом ничего. И на самом деле нет прямых доказательств того, что растущее количество насилия в видеоиграх может увеличивать насилие в обществе. Более того, есть свидетельство обратной тенденции. В США с начала девяностых уровень арестов за преступления с применением насилия значительно снизился, как среди подростков, так и взрослых. И это в то время, когда выпуск и продажи жестоких видеоигр только росли, как и визуальная реалистичность этой самой жестокости. Так что, да, не исключено, что видеоигры в какой-то степени влияют на нашу агрессию, но вместе с тем их распространение совпадает со снижением уровня насилия во всем обществе. Такой вот парадокс. Кроме агрессии, к играм довольно часто предъявляют претензии касательно... не самого... Благопристойного представления женщин в видеоиграх? Женщинам зачастую дается лишь второстепенная роль, например, девиз в беде, а самых образ гораздо более сексуализирован в сравнении с мужским образом. Например, в исследованиях 2007 года, где сравнивали мужских и женских персонажей видеоигр, оказалось, что среди женских около 60% сексуализированы, в то время как среди мужских таких менее 1%. Признаться честно, лично я не вижу ничего плохого в изображении мужской или женской сексуальности. Ну, хотя бы потому, что сексуальность это неотъемлемая часть нашей жизни. Но только тогда, когда эта сексуальность уместна, они так, что даже первостепенные персонажи, вроде Лары Крофт, выглядят так, будто их основной промысел вовсе не расхищение гробниц. Чем чревата подобная сексуализация? Ну, как минимум тем, что молодые люди, по крайней мере в краткосрочной перспективе, воспринимают насилие в отношении женщин с меньшей неприязнью и становятся более склонными к поддержке мифов об изнасилованиях. Ну, вроде тех о том, что жертва сама виновата. Однако, тут есть один очень важный момент. Все эти негативные эффекты проявляются в краткосрочной перспективе и главным образом у людей молодого возраста, преимущественно мужчин, имеющих более низкий уровень образования и неосведомленных об этих эффектах. Но как только мы делаем поправки на возраст и уровень образования или банально просвещаем этих людей касательно воздействия сексуализированных образов на искажение их восприятия. Вуаля! Эти испытуемые начинают доверять мифам об изнасилованиях даже меньше, чем те, кто изначально не подвергался воздействию сексуализированных образов и сцен насилия. Тем не менее, у многих людей могут возникнуть опасения насчет того, что... Ребенок начинает строить свои социальные связи именно в игре. Он переносит вот эту схему социального взаимодействия в реальную жизнь. Это опасение построено на теории культивирования. Якобы, длительное воздействие видеоигр и другого медиа-контента может повлиять на наше восприятие социальной реальности, на наши личные установки, взгляды и убеждения. Однако, на практике и в долгосрочной перспективе сексизм в видеоиграх не делает сексистов из геймеров. По крайней мере, к таким выводам пришли в 2015 году в немецком исследовании, авторы которого рассматривали взаимосвязь между временем, которое люди тратят на видеоигру в день, и взглядами на мужчин и женщин, которые поддерживали бы сексизм. Итоги не обнаружено такой взаимосвязи. Как отмечают авторы, предыдущие исследования концентрировались на краткосрочной перспективе, не превышающей одного месяца, а в данном же исследовании рассматривали целых три года. И, кроме того, другие исследования брали лишь отдельные видеоигры с сексизмом, но не рассматривали картину в целом. Однако, это влияние отдельных видеоигр, содержащих сексизм, на восприятие социальной реальности обсуждается, и на данный момент это открытый вопрос. Я вам не мешаю? Но так ли уж уникальна эта проблема? Разве она затрагивает лишь видеоигры? Я покажу. Серьезно, посмотрите вокруг. Сексуальная объективация используется везде, и особенно в рекламе. Достаточно лишь задуматься над рекламным объявлением, и вы как будто попадаете в лимбо. Здесь вы видите истинные мотивы рекламщиков, их образ мыслей и убеждение о том, что секс продаст все. Одежду, парфюмерию и даже членство в каких-нибудь общественных организациях. Вопрос лишь в том, насколько такой маркетинг эффективен. И действительно, если вам надо привлечь внимание к объявлению в краткосрочной перспективе, то это работает. Однако, если вам требуется, чтобы ваш бренд запомнили, такие объявления только мешают. Исследование, в котором 324 студента заставили смотреть рекламные объявления с нейтральным, сексуальным или маркетингом, содержащим насилие, показало, что лучше всего запоминаются бренды с нейтральной маркетинговой окраской. Тем не менее, этот дешевый трюк с привлечением внимания путем сексуальной объективации используется в рекламе снова и снова. Если игроделы стараются отходить от подобных тенденций, так с 2005 года количество исключительно сексуализированных женских образов в видеоиграх неуклонно снижается. И сегодня мы видим, как образ той же Лары Крофт со временем становится все менее сексуализированным и более реалистичным. То вот индустрия рекламы отказываться от такой дешевой приманки совершенно не спешит. На самом деле все эти проблемы вовсе не специфичны для видеоигр. Тут вопрос стоит ставить перед общественной культурой. Будь то насилие на экранах ТВ или использование сексуальных образов в рекламе. Предъявлять претензии лишь к видеоиграм значит проявлять чертовское лицемерие. Но знаете, кто лицемерит по-настоящему? Те самые депутаты, которые кричат о запрете видеоигр. Вот возьмем твиттер Мизулиной, которая твердо убеждена, что школьники, расстрелявшие полицейский автомобиль в Псковской области сделали это, потому что играли в игры стрелялки и их необходимо запретить. Законопроект с ее же слов уже на подходе. Осталось под шумок его принять. Мизулиной плевать, что сами эти подростки в качестве причины такого поведения назвали проблемы в семье. Короче, я поссорилась с мамой из-за того, что я как-то опоздала домой что ли. Я отпрашивалась к подруге на ночевку. Меня не отпустили. Я ушла в итоге сама. Меня ночью нашли. Отпустили конкретно жестоко. При Денисе, при маме его. Что я потом просто вернулась домой. Я... Ну, в итоге я получила блед от родителей и убежала еще раз в очередной раз. Потом... Вот несколько дней, три дня и три ночи мы скрывали здесь. Да. И этот инцидент действительно более вероятная причина такого поведения. Дети, которым применяли физическое насилие в семье в качестве наказания, в четыре раза чаще также будут применять насилие к своим детям. Насилие в семье порождает новое насилие. Равно как и плевать Мизулиной на более очевидные факторы, которые однозначно и научно обоснованно увеличивают уровень не просто агрессии в тестах, а уровень насилия во всем обществе. И знаете, какой возбудитель агрессии можно назвать самым изученным за всю человеческую историю? Оружие. Возьмем огнестрельное. В одном из экспериментов, проводившихся в университете штата Висконтин, выяснилось, что один вид ружья или пистолета, оставленный рядом с испытуемым мужчиной, заставлял его наказывать подсадную утку более сильными ударами тока. Эту проблему исследуют еще с 70-х годов. Ведь даже оружием, которое хранится в домах, чаще убивают кого-то из членов семьи, а не грабителей. Вероятность быть убитым в 2,7 раза выше у тех, кто хранит оружие дома, как средство самообороны. К слову, у этих же людей на 5 порядков выше риск суицида. И это касается даже детей. Играющие с игрушечным оружием гораздо чаще разрушают то, что построили их сверстники. И самое важное, оружие не только увеличивает вашу тягу к насилию, но и делает его возможным. То, последует ли за дракой убийство, а за депрессией суицид, очень часто определяется наличием именно оружия. Возвращаясь к истории, произошедшей в школе номер 263, нельзя не отметить, что сам парень состоял в стрелковом клубе, как и то, что он взял оружие своего отца, которое хранилось у него дома. Почему же такие вещи никто не спешит запрещать? Не от того ли, что это идет вразрез с политикой страны, где для детей предусмотрены военно-патриотические лагеря, в которых культивируется милитаризация. Не от того ли, что реальный подход к снижению агрессии и насилия в обществе пойдет вразрез с обязательной воинской повинностью. И не от того ли, что проще заострить внимание на том, что вовсе не является проблемой, чем критически взглянуть на общепринятые вещи. Кто знает, этому ведь не учат в школах. К слову, о школах. Видеоигры не очень хорошо сказываются затем на успеваемости мальчиков в первую очередь. Видеоигры и неуспеваемость – моя любимая тема. Всегда ведь удобно обвинить некую неведомую игрушку вместо признания проблем с мотивацией к учебе. В СМИ частенько раздувают эту тему. И, как обычно, хочется спросить. What the fuck? Различные обзоры, где пытаются выявить негативное влияние видеоигр на успеваемость. Что представляется весьма правдоподобным, поскольку видеоигры банально отнимают время, а также могут негативно влиять на качество сна. Показывают разные результаты. И находятся действительно те, что показывают отрицательную корреляцию между видеоиграми и успеваемостью в одних школах. Но находятся также и те, что показывают повышение успеваемости в других школах. Согласно австралийскому исследованию, в котором принимало участие 12 тысяч учащихся, люди, которые играли каждый день в видеоигры, набирают от 15 до 17 баллов выше в математике и естественных науках. Однако, как отмечают авторы, эта корреляция не говорит о причинно-следственной связи. Вполне возможно, что дети с одаренностью к математике и наукам в принципе более склонны играть в видеоигры, а не в видеоигры повышают их показатели. Истина, как обычно, где-то рядом. При детальном рассмотрении исследований, показывающих связь неуспеваемости и игр, оказывается, что проводились они по весьма субъективным критериям. Например, в самоотчетах студентов или учителей школьных классов, которые были осведомлены о том, какие испытуемые играли в видеоигры, а какие нет. И, соответственно, такие самоотчеты нельзя признать объективными. Они уязвимы для предубеждения учителя касательно хобби своих учеников. Если же за критерии оценки мы берем международные стандартизированные тесты, то это субъективное влияние сводится на нет. Так вот, международные исследования, затрагивающие 22 страны, в котором принимало участие 192 тысячи учащихся и студентов, показало, что видеоигры либо не влияют на успеваемость, либо влияют, но в незначительной степени. Последнее касается игрушек с мультиплеером. Они отнимают больше всего времени. Но даже их влияние нельзя назвать проблемным. Это лишь капля в море. На самом деле, причины плохой успеваемости стоит искать во множестве вещей. От индивидуального развития человека до условий его проживания и отношений внутри семьи. Видеоигры, как мальчик для битья, конечно, удобная мишень. Но вот бьют этого мальчика крайне незаслуженно, поскольку у него, как минимум, есть дьявольский потенциал. Самое очевидное, о чем забывают противники видеоигр, это то, что игра с самого нашего детства – один из самых распространенных методов обучения. Но кто сказал, что игры могут быть средством обучения лишь в детстве? Ценность применения видеоигр в сфере образования состоит в том, что они размывают грань между трудом и игрой, позволяя длительное время сохранять концентрацию на первоначальном уровне путем такого вот уравновешивания работы и развлечения. Кроме того, видеоигры влияют на наше восприятие и способны улучшить наши когнитивные способности. Пара примеров. Видеоигры, вроде Medal of Honor или Call of Duty, улучшают периферическое зрение и способность воспринимать формы объектов, и даже простые в графическом плане игрушки, вроде Тетриса, стимулируют нашу визуальную систему. Существуют исследования, сравнивающие концентрацию внимания и моторные навыки играющих людей и неиграющих, и результаты в пользу игроков. Они показывают повышенные способности к сосредоточению визуального внимания и его распределению. Результаты таких исследований заставляют задуматься о возможности применения видеоигр при реабилитации пациентов. Причем эти позитивные изменения в работе нашей нервной системы касаются и пациентов с амнезией, которые не способны вспомнить игру, но которые способны видеть геометрические фигуры, связанные с этой игрой в своих снах. Конкретно в том случае с Тетрисом. Кроме того, есть данные о том, что видеоигры можно использовать как средство для снижения тревожности, что особенно заметно у школьников. Но самый интересный, на мой взгляд, эффект наблюдается при прохождении тестов на пространственное мышление. Не секрет, что в абсолютном большинстве тестов, связанных с отслеживанием подвижных объектов на экране и их трехмерным вращением, мужчины показывают лучшие результаты, чем женщины. Всякие мамкины, сексисты и не очень добросовестные журналисты любят использовать это как аргумент о том, что женщины биологически предрасположены к априори худшему выполнению подобных заданий. Однако, если мы возьмем группу женщин и дадим им всего лишь 10 часов игры в шутер Medal of Honor, как это сделали авторы одного канадского исследования 2007 года. О, чудо! Разница между мужчинами и женщинами в ряде тестов на пространственное мышление исчезает. В других же сглаживается настолько, что статистически становится неразличимой для женщин, игравших в шутер и мужчин, игравших в мирную аркадную головоломку. Вы только задумайтесь, всего 10 часов видеоигры в шутер против детерминированного положения женщин, о котором кричат сексисты всех мастей. Но какие результаты? Особенно показательно выглядят они в связке с данными о том, что практически все видеоигры крупных коммерчески успешных издателей вплоть до самого недавнего прошлого были ориентированы на возрастные группы 12-25 лет, состоящие из лиц мужского пола. Исторически так сложилось, что рынок видеоигр был ориентирован исключительно на мужчин. С 86 года компания Nintendo строила свою маркетинговую политику исключительно на ориентацию к мужчинам. Другие бренды следовали ее примеру. И сейчас это привело к тому, что геймеры ассоциированы с мужчинами даже у самих женщин геймерш. Но современные тенденции в изменении маркетинговой политики и устранении сексизма в этой сфере приносят свои плоды. Число женщин геймеров все время растет. Конечно во многом за счет игр на портативных устройствах, но и это не может не радовать. Так сегодня, учитывая все платформы, число геймерш составляет половину от всех пользователей видеоигр. Однако в этой сфере все еще сильны стереотипы касательно жанров игр. Так несложно догадаться, кто мальчик или девочка с большей вероятностью будет играть в такую стрелялку как Medal of Honor и кого за это будут меньше осуждать. И с этим нужно бороться. К слову, стереотипы в геймсфере затрагивают не только жанры, но и мнение касательно способностей девушек в игре. Бытует мнение, что женщины априори худшие геймеры, чем мужчины. Так ли это? Хрен. В исследовании 2016 года, где оценивали способности как мужчин, так и женщин-геймеров к освоению новых игр. Оказалось, что игровое время, необходимое обоим полам для перехода на более высокие уровни в игре, абсолютно одинаково. Другой вопрос в том, что в среднем, женщины меньше тратят времени на такие онлайн-игрушки. Но это ничего не говорит об их способностях в этих играх. Прогресс и производительность в игре не зависят от пола игрока, а зависят от времени, проведенного в этой игре. И знаете, то, что есть люди, которые привлекают к себе внимание, используя подобные общественные стереотипы, говорит лишь о личных качествах этих людей, но никак не о способностях геймерш в целом. Так что, девочки, не слушайте всяких сексистских снобов, говорящих о том, что эта игра не для вас. Играйте во всё, что захотите. Это весело и полезно. Кроме того, видеоигры могут помочь даже в спасении человеческих жизней. Так, в американском исследовании 2007 года обнаружили, что хирурги, которые играли в видеоигры больше трёх часов в неделю, совершали на 37% меньше ошибок при выполнении операций, чем их неиграющие коллеги. Такой результат можно объяснить улучшением визуального внимания, моторики и чувства глубины вследствие воздействия видеоигр. Но их вклад не ограничивается лишь совершенствованием ваших способностей. Также существует направление в совершенствование образования, призванное позаимствовать элементы из коммерчески успешных видеоигр, которые могли бы улучшить систему образования. Так, в видеоиграх вроде Devil My Cry применяется динамическая система оценки. Вместо того, чтобы оценивать производительность игрока только в конце уровня, вроде того, как оценивают производительность студентов во время сессии, или выполнение рейтинговых работ. В DMC почти четверть дисплея во время игры занята динамическим счётчиком. Если геймер показывает продуманную стратегию и понимание игровой механики, счётчик сообщает ему об этом, и такая система оценки куда более эффективная, нежели стандартная, поощряет к развитию способностей, делая игроков заинтересованными к получению высшего балла за уровень, то есть отдалённую перспективу, но непосредственно в данный момент. Таким образом, помимо повышения уровня ваших когнитивных навыков, видеоигры вполне могут и применяются в системе образования, с эффективностью усвоения материала не хуже, чем при использовании традиционных средств, но с гораздо большим удовольствием от процесса обучения. Но и это ещё не всё. Помните, в самом начале мы разбирали, почему же нам нравятся видеоигры? Так вот, их продуманная система баланса, с низкими штрафами за проигрыш и высокими наградами за победу, приводит к такому интересному эффекту, как развитие мотивации. Продуманный внутриигровой баланс обучает нас упорной работе, благодаря позитивному подкреплению. Это учит нас ставить цели и достигать их, и это имеет огромнейший потенциал в образовании. В традиционном обучении, если процесс усвоения навыков и учёбы будет слишком сложным, мы испытаем лишь разочарование. Если же он будет слишком простым, то нам будет скучно. И видеоигры являются идеальным инструментом для подбора такого оптимального баланса. По мере продвижения игроков, режим игры, как правило, усложняется. Ставит новые, всё более сложные задачи внутри игрового мира, закрепляя для человека эту связь. Работа над проблемой позволяет добиться успеха. Можно провести аналогию с художественными книгами, которые также предлагают читателю окунуться в их собственный мир. Но игры, в отличие от книг, не ведут к ощущению того, что вы не можете повлиять на этот мир. Напротив, они заставляют вас отказаться от роли пассивного читателя, от роли беспомощного персонажа. Они заставляют вас выстроить определённый план, и следовать ему, определяя свои собственные цели и методы их достижения. Такая поведенческая модель, безусловно, полезна для реального мира. Ещё в 2006 году Федерация американских учёных одобрила видеоигры как инструмент образования и развития. В том числе таких вещей, как планирование, стратегическое мышление, компьютерная грамотность и всё в таком духе. Так что упускать настолько шикарный инструмент образования, как видеоигры – чудовищное расточительство. Если обучение может быть увлекательным, как этим можно пренебречь? Итак, мы выяснили, чем нам нравятся видеоигры. Узнали, что морализаторство в этой сфере с заявлениями вроде «Жестокие видеоигры аморальные, они разрушают общество», зачастую строится лишь на личных мнениях самих морализаторов и не соответствует действительности, мешая оценивать реальные общественные проблемы, как и мешает снобизм, эффективному использованию видеоигр в сфере образования, а также то, что предрассудки касательно геймерш строятся лишь на общественных стереотипах. Мы узнали, что проблема игромании невероятно раздута, и то, что сегодня видеоигры могут объединять всё больше людей. Но, знаете, несмотря на все эти очевидные плюсы видеоигр, в СМИ они продолжают выставляться как корень всех зол, эдакий ключик от ящика Пандоры, который непременно откроет всё самое плохое в людях, забывая, что ящик-то давно открыт, и на самом его дне лежит и ждёт своего часа лишь одна надежда. Надежда на то, что когда-нибудь люди перестанут нести откровенную херню и будут критичны к своим убеждениям. Отпишите в комментарии, если вы найдёте эту надежду. Кризис личности. Я больше не знаю, кто я такой. Я точно знаю, кто ты. Ты видеоиграй. Почему? И ещё. Порнется. А ты актёр от Бога. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да. 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 Да-да. Да-да-да.